Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Недавно на канале Волчонок Поваренок мы выложили видео о Дагестане. Стоит ли отдыхать в Дагестане? Рассказали про свою поездку с сыном. Мы ездили в июне 2022 года. Ролик быстро набрал просмотры и много было комментариев. Причем для меня неожиданностью были негативные комментарии самих дагестанцев. Когда мы отдыхали в Дагестане, мы не встретились с таким отношением. Видимо, Дагестан был не готов к такому наплыву туристов. В 2021 году Дагестан принял миллион туристов. А в 2022 сезон еще не закрыт. Ожидается от полутора до двух миллионов туристов. Сможет ли Дагестан справиться? Потому что туризм в Дагестане, конечно, еще только начинает развиваться. Ну вот смотрите комментарии. Дагестан не резиновый, не надо туда ехать. Пона ехали. Но это еще самые-самые такие, которые мы оставили. Нехамские комментарии. Более хамские были удалены с канала. Ну что делать? Неприятно получать, конечно, такие комментарии. И стоит ли ехать в Дагестан? Давайте обсудим. Конечно, больше хороших комментариев. И я высказала свое отношение и отношение моего сына к отдыху, который мы получили. Мы поехали сами, мы организовали свой отдых сами. Немножечко первые два-три дня мы не нашли хороших пляжей. Но потом мы все нашли. Получили хорошую экскурсию. Незабываемые эмоции, впечатления. Получается так, что дагестанцы под нашим роликом спорят друг с другом одни за то, чтобы быть туризмом в Дагестане. Другие категорически против, что туризм принесет в республику разврат, а не процветание. Что молодежь будет более обращать внимание на поведение русских, которые оставляют желать лучшего и так далее и тому подобное. То есть дагестанцы очень трепетно относятся к своим традициям, к целомудренности женщины. В чем я вообще-то с ними согласна. То есть ты приехал в регион с такими традициями. Ну, надо их просто уважать. Наверное, стоит гидам или каким-то туроператорам предупреждать туристов перед поездкой, какие правила поведения в Дагестане. Этот комментарий я считаю очень нужным, полезным. То есть это действительно нужно делать. Дальше о море. Очень много пишут, что море грязное, что купаться в нем нельзя. Конечно, купаться нужно в определенных местах, но я совершенно не соглашусь, что купаться в Каспийском море хуже, чем, например, в том же Черном. Извините, я была в Анапе, я больше туда что-то не хочу. Там очень грязное море. И я была в Геленджике на центральной набережной. Там тоже стекает канализация и запах стоит, извините. Я сама лично там была. То есть я не сравниваю за границей, я говорю о тех местах, которые находятся в России. Тоже Черное и Каспийское море. Но если нет очистных сооружений в Дагестане, и все об этом знают, проблема эта обозначена на уровне спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко и главы региона Меликова. То есть все это находится на контроле правительства, и все эти проблемы должны быть решены. Потому что для этого направлены огромные денежные средства в республику. То есть ждем в течение тут небольшого, наверное, времени. Должно измениться все в Дагестане в лучшую сторону. Ну вот есть, конечно, хорошие комментарии, которые очень радуют. Конечно, нужно ехать в Дагестан. Конечно, я не получила никакое вознаграждение за этот ролик, что я что-то рекламировала. Нет, конечно, я чисто высказала свои эмоции, мне действительно понравилось. Вот сейчас мелькала там моя фотография, фотография моего сына. Один комментарий даже писал о том, что... Комментатор писал о том, что я дагестанка, и что у меня акцент. Ну вот посмотрите, это было очень смешно, неужели я похожа на дагестанку. Посмотрите, какой красивый Дагестан, какие красивые горы, ущелья, аулы, водопады. Это незабываемые впечатления. И это моя страна, моя Россия. Почему я туда не могу поехать? Ну извините, я готова терпеть некие неудобства ради этой красоты. Кто не готов, но тот пусть не ездит. Давайте обсудим, может быть, еще какие-то моменты, которые я не озвучила, которые были в комментариях. Под тем роликом можете зайти и посмотреть ролик на канале. Называется «Стоит ли ехать в Дагестан?». Есть другие ролики на нашем канале. Комментаторы еще писали, что поднялись цены. Ну, конечно, они поднялись. Ну, извините, деньги выделяются. Мы живем в России. И не секрет, что коррупция у нас не только в Дагестане, но и в России. И цены, конечно, всегда поднимаются в этом случае. Увы и ах. Поэтому, подводя итоги, пишите, комментируйте, что вы думаете по этому поводу. Те, кто был в Дагестане или еще хочет его посетить, очень интересно ваше мнение услышать вновь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!